Родился и вырос в Киеве, закончил Киевский инженерно-строительный институт, работал в такой мощной проектной организации, но потом решил, что... Ну, это был Советский Союз, не было еще Украины, как Рейган назвал, империя зла. Ну, в общем, в какой-то момент решил, что хочу начать все сначала. Появилась тогда возможность уезжать, и я ей воспользовался. Так что это был 89-й год. Но тогда мы еще ехали через, я не знаю, в курсе вы или нет, был такой маршрут, мы ехали в Вену, как беженцы, потом нас перевозили в Италию, в Италию мы ждали интервью с американским посольством, вот, и после этого приехал в Штаты. Самое яркое впечатление, наверное, было в Вене. Нас поселили там в гостиницу, ну, такие, гостиницу даже трудно назвать, такая гостиничка малюсенькая. И недалеко от гостиницы был супермаркет. Значит, вот первый супермаркет, который я увидел, мне очень запомнилось, вот, посередине этих полок, с продуктами, со всем на свете, стоит русская женщина и рыдает во весь голос. Такая лет 50, наверное. Вот, увидел это все и дало выход эмоциям. Соединенные Штаты, Нью-Йорк мы, конечно, не увидели, нас перевезли из одного аэропорта в другой, посадили в другой самолетик, и мы приехали, прилетели в Рочестер. По американским понятиям, это небольшой городок, в общем, по тем понятиям, которые были у меня, это достаточно большой город, все-таки миллион населения. Что меня там поразило, вдруг оказалось, значит, меня там старожилы, которые уже лет 10 прожили в Америке, как-то повели, в общем-то, бар, который располагался в бывшей станции метро, потому что метро в Рочестере закрыто было в 60-е годы. Никто не пользовался, все на машинах. Ну вот, открыто метро было в 1905 году. Вот какой-то провинциальный Рочестер в 1905 году уже имел метро. А тут в Москве в 30-е годы такой был трудовой подвиг, наконец, построили первые станции метро. Но в Рочестере там очень мало, тогда, во всяком случае, было эмигрантов, то есть там не было никаких русских бизнесов. Для того, чтобы пойти работать, ну, нужно было как минимум разговаривать по-английски, а я в школе и институте учил немецкий. И никаких русских бизнесов, опять-таки, не было. Так что начали с изучения английского. 16 часов в день кушать хотелось. Первая, более-менее серьезная работа, на которую мне удалось попасть, это инженером в строительную компанию, которая меня тоже поразила, потому что по объему это было как среднее советское строительно-монтажное управление. Но в советском строительно-монтажном управлении работало порядка 300 человек, а с там порядка 30 человек инженерного персонала. Значит, в этой компании всего работало 40 человек, делая примерно тот же объем работ. Очень много вещей для меня было шокирующим. Вот возвращалась бригада с монтажа, и крановщик после этого каждый день тренировался. Вот он расставлял бочки с водой и опускал там на разных расстояниях, на разной высоте, опускал в них там гирю, краном. Точность просто совершенно поразительная. Каждый день. Я когда попал первый раз на стройплощадку, я-то привык к этим крикам Вира Майна, Вася, давай налево. Тут никаких криков не было, они все с наушником и с микрофоном, так что совершенно спокойно. Но когда я увидел вдруг, что он дает команду два дюйма влево, и с огромной болью... А, причем кран стоял так, что крановщику вообще не было видно места монтажа. И он ему по радио говорит два инча влево, и он подает на два инча влево. Значит, для меня это было вообще какое-то что-то запредельное. То, к чему мы привыкли в Советском Союзе, и тут вот здесь это все так. Одна из первых работ мне, значит, шеф дал рассчитать ферму перекрытия. Я, естественно, так как всю жизнь это делал, взял, рассчитал, дал ему, значит, положил ему на стол все это, еще со своим тогдашним английским, боже. Вот. Он говорит, ты что, с ума сошел? А я делал так, как у нас это делалось, значит, каждый элемент, рассчитан, как каждый элемент свой профиль. Он говорит, ты представляешь себе трудоемкость этого? Делаем верхний пояс один профиль, нижний пояс другой профиль, решетка третий, все. Я говорю, а материалоемкость? Он говорит, да кого же интересует материалоемкость? Трудоемкость колоссальная. В Советском Союзе это главное было материалоемкость. Кого там интересовало, сколько часов люди, которые ничего не получают, и сратят. А здесь платят рабочим иначе, соответственно, и требования совершенно другие. Ну, вот таких казусов, там поначалу какое-то количество было, потом, конечно, ко всему этому привык. Потом я совершенно случайно попал в Майами. В общем, влюбился и решил, что я хочу жить здесь. Ну, и переехал сюда. Было это в 98-м году. Вот, так что 9 лет у меня опыта жизни вне Майами, и вот уже 21 год здесь. Я, поработав год инженером в компании, понял, что хочу работать на себя. Ну, и специальность у меня строитель. Значит, начал сначала ручками. Вот. Ну, потом, когда уже переехал сюда, появились какие-то заказы на ремонты, то, в общем, и появилась компания, которая начала нанимать людей на работу, ну, и так как-то развивались. Да, я не... Значит, мы не строим там высотные здания или какие-то там огромные объекты. Вот. Ну, у нас делаются ремонты какие-то такие достаточно интересные, хорошие. Строятся односемейные дома. Вот. Ну, вот, если вы знакомы с нашим районом, вот, на следующей плазе за нами есть Red Square Concierge. Значит, это мы делали. Рядом с ним был ресторан «Икрак», которого сейчас уже нет. Это тоже мы делали. Ну, такие вот работки, которые людям не стыдно показать. Я не знаю, как бы сложилась моя судьба там. В общем-то, я достаточно хорошо стартовал после института. В 28 лет я был руководителем группы в очень мощном проектном институте. Не знаю, что бы было там. Но, вот, что касается правильности выбора, мне мой старший сын, съездив на Украину, там их вот двоюродные, там, братья и сестры, съездив туда, пообщавшись, сказал, «Папа, спасибо тебе за то, что нас сюда привез». Когда он сравнил то, что там и то, что здесь. Для них, которые тут закончили школу, закончили колледжи и пошли работать, это совершенно другая жизнь. У меня два взрослых сына, один из которых архитект в Майкрософте, другой фармацевт. Они живут в Бостоне, в Ниджерси, но у них спокойная, преуспевающая жизнь. В общем, свои семьи. Не надо страдать всем тем, чем приходилось страдать нам. Субтитры создавал DimaTorzok